Здравствуйте! Если ваши подоконники переполнены рассадой, значит пора перебираться в теплицу. А вот что сажать и как сажать, сейчас мы и узнаем. Этот вопрос я адресую Нелли Александровне Смирновой. Нелли Александровна, что уже можно посадить в теплицу и как, главное, посадить, чтобы ничего не перемерзло? Земля-то ведь еще холодная. Ну, конечно, хоть и поликарбонатовая теплица, ее нужно подогревать в это время. Но у нас посажено все, видите, Надюш, и перчики сидят, перенесли, заморозки вот были когда. Так, перчики, томаты, это хризантемка будет, лилии вон уже готовятся к цвету. Кое-что тут восстанавливается, у нас гортензия, пожалуйста, была подмороженная, восстанавливается после заморозков. Здесь большой выбор у нас фенаргоний всевозможных цветов, очень красивые и ампельные, и такие простые. Но я вижу, что все это не в земле сидит, да, все это пока в горшочках. В горшочках, у нас тепличка новенькая, мы только ее нынче поставили, поэтому у нас такой земли нет, как вы представляете, что уже вскопано все, посажено. Ну, я думаю, что даже если все вскопано, еще рано сажать. Все равно еще земля холодная. Земля еще, конечно, холодная. Все-таки лучше подстраховаться. Да, 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 у нас тут на ящичках тепло им растенется. Ну, я смотрю, работа кипит, и что-то сегодня уже будете прямо сажать. Сегодня уже можно с 15 марта садить капусту раннюю, для раннего летнего потребления. Я ознакомлюсь с некоторыми сортами, расскажу. Давайте будем сажать капусту. Нелли Александровна, какую капусту предпочитаете? Разную, всякую и много. Надюшка, сейчас пора уже садить раннюю капусту. С 15 марта идет посев ранней капусты для летнего потребления. То есть у нас не хранится долго, просто мы будем... Уже какие-то уже свои любимые сорта, я смотрю, да? Есть всякие, разные, конечно. Капуста, северный полюс, ранняя, массой 1200 грамм. Кочарюга короткая, хорошо завязывает кочаны, приняет благоприятных условиях. Холодостойка. Холодостойка я. Можно уже сейчас сажать в теплице. Сюрприз, гибрид голландской селекции, масса 1,5 килограмма, с короткой кочарыгой, устойчива к цветушности. То есть у нас капуста бывает, что мы посадим густо, часто, и она быстро зацветает у нас. То есть нам же цветы не нужны, нам же кочаны полновесные. Поэтому она устойчива к цветушности. На зоме 45 дней, экстраранней, почти 2 килограмма, выдерживает избыток влаги и не растрескивается. Отличный сорт. Июньская, 2,400, высокоурожайно, устойчива к растрескиванию. Также можно посадить пекинскую капусту. Вы любите, Надюш, такую капусту? Да, я люблю. Экстраранней, урожайный вес, очень большой, у нее 2,800, устойчива к стеблеванию. Илья Александровна, какую Вы выбрали капусту? Я выбрала нозами. Так. Если семена обработанные, то их не нужно ничем обрабатывать. А так, для лучшей схожести, семена можно прогреть при температуре 45-50 градусов в течение 15 минут. Затем нужно отпустить в холодную воду и можно положить в холодильник на ночь, когда семена сходят очень быстро, через 5-6-7 дней. Но эти семена уже обработаны? Мы набили вот этот контейнер землей. Необходимо ее пролить. Очень удобно, чтобы каждая капустинка выросла у нас в отдельном контейнере. А доставать потом удобно будет? Очень удобно. Там есть отверстие, просто поднимаешь ее и... И целиком, прямо как в горшочке остается. Сейчас немножечко она поусядет. Желательно земельечку немножечко утрамбовать, чтобы не была такая воздушная, чтобы семена у нас не заглубились. При посадке семена мелкие, если вы польете после того, как посадили, семена могут в легкую почву заглубиться до дна, и просто они не смогут зайти. Им будет это делать тяжело. То есть они должны быть на поверхности? Да, землю готовим торф, перегной, хорошо переплевший, песочек. Или готовая садовая земля. Землю с дачи, с парника, с теплицы брать не стоит. Также свежий перегной нельзя брать, потому что могут... Погибнуть. Погибнуть, заболеть. Например, черной ножкой могут заболеть. Так, садим по одному семечку, да, Надюша. Тогда она разойдет, так хорошо. Хорошо, слегка, да, сильно не надо. А засыпать не будем? Нет, засыплем чуть-чуть. Засыплем все-таки? Да. Вот у нас на два рядочка хватило капусты. Потом нужно посадить еще пекинскую чай-ча, например. То, что любит садим. Немножечко-немножечко прикрываем земелькой. Поливать пока не надо. И главное дело прикроем все пленочкой. Хотя и все птички у нас будут это расти. Но под пленкой оно быстрее все сходит. Все, вот таким образом, Надюш. Спасибо, Анелия Александровна. Где-то совсем недавно услышала о том, что только то растение отдает тебе всю свою силу, только тот овощ, тот фрукт, который ты посадил своими руками. Так что если есть силы, сажайте своими руками. Субтитры сделал DimaTorzok